Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наш эфир. И сегодня у нас в гостях... А вот кстати сказать, кто же мы такие, да Игорь? Давай напомним. Во-первых, это радиоблог, да? С Игорем Цесарским и Дмитрием Якубом. Во-вторых, в этой самой замечательной и уже всем полюбившейся передаче сегодня у нас интереснейший гость. Но у нас всегда необычные гости, Игорь, всегда они очень интересные, с таким интересным, хорошим, таким критическим взглядом на жизнь. Дима, слово интересное это правильное, но недостаточное. Мы приглашаем профессиональных людей в первую очередь. Это главное. Которые в своей профессии имеют, как тут говорится, серьезный бэкграунд и состоятельность. Это самое главное, потому что бывает интереснейший человек, но пустой и кроме как... Понимаешь. Да, понимаешь. Все, не продолжаем. У нас в гостях журналист из города Большого Яблока Владимир Черноморский. Володя, добрый день. Если не всех, приветствую. Вот. Рады тебя слышать. Я думаю, что мы долгие представления вести не будем, потому что наверняка кто-то все-таки читывал тебя еще и во времена совсем старые. Это наши земляки, я имею в виду. Ну да, сапытых газет времен очаховских покорений Крыма. Во-во-во. А во-вторых, кто-то и в Нью-Йорке видывал чего-то из твоего творчества. Вот. Ну и уж слыхивали тебя тоже. Где-то месяц назад мы с тобой встречались. Вот. И такое ощущение, что мы не обо всем договорили тогда. Да. Мы, кстати сказать, тогда начали разговор о вот этих самых необычных, странных для Голливуда сексуальных скандалах. Да. И в это время нам пришлось расстаться. Да. Он на самом интересном месте, как говорил один персонаж, очень известный. Ну что ж, секс-скандалы. Наверное, имя Харвера Вайнштейна уже всем знакомо и всех на устах. Ну, о нем мы можем упомянуть еще отдельно, вспомнить, что же там с такой с ним происходит. Но вот новая новость, вот извиняюсь за тавтологию, новая новость, да, новая новость заключается в том, что в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах лежился работой 74-летний Джеймс Ливайн, один из наиболее известных дирижеров мира, который в течение 40 лет занимал пост музыкального директора Митрополитен Опера. Вот так вот. По сравнению, может быть, с Харви Вайнштейном это не такой большой человек, но, тем не менее, в мире музыки он, может быть, и больше значит, чем Харви Вайнштейн. Ну, в мире музыки явно. Володь, как ты думаешь, продолжение этой тенденции к чему приведет в итоге? Приведет к докладу Миллера. Не, я совершенно серьезно говорю. Дело в том, что я долго пытался понять, чего же они хотят, зачем они открыли весь этот ящик Пандоры, и выплескиваются все вот эти откровения пожилых актрис и старлеток, и всех, кого возможно. И повзрослевших мальчиков нужно отметить, потому что они тоже здесь играют огромную роль. И везде вопрос, а были ли мальчики или не было мальчиков. Были ли мальчики, да. Горький, как воду смотрел. Я понял простую вещь. Дело в том, что вот сейчас новостная пауза. Новостная пауза на внутреннем рынке. С одной стороны, добивается феноменального результата, будем говорить, администрации Трампа и Конгресс, и утверждается, изменяется налогообложение. Это же нужно каким-то образом замять, потому что это колоссальное достижение. Это за 30 лет первый такой переворот в налогообложение. Ты имеешь в виду замолчать, скорее. Ну да, замолчать. Заболтать, и замолчать одновременно, да, зашумить. Во-вторых, все эти тщетные попытки развенчать несчастного рыжеволосого Трампа, или розововолосого Трампа, или как они его хотят представить, это их дело. Вот, развенчать его все пока, они продвигаются страшным-страшным, со страшным скрипом. Практически нет никаких результатов. Нужно дождаться этих... Ну, Володя, я тут с тобой не очень соглашусь. Тут такая идет свистопляска. Все, Трампу, ну я скажу так, трындец, пишут они, я смягчил это слово. Это такой... Такие идут восторги со стороны вот этих, со всех крысиных щелей, что я тебе передать не могу. Ну, наверное, ты тоже видишь это в Фейсбуке. Я это все вижу, но это просто на уровне ля-ля. Вот это да, совершенно верно, на уровне ля-ля. И я еще хочу, Владимир, кое-что к этому добавить, к этой картине. Я уже начал называть подобного рода новости синдром пятничного вечера, когда в пятницу вечером появляется сенсационное разоблачение, что наконец-то доказана связь Трампом с Россией, а к утру к понедельнику, значит, эта новость опровергается. То есть, субботы, воскресенье обыватели, посмотревшие CNN и другие подобные телеканалы, пребывают в таком напряжении, пребывают в полной уверенности, что это произошло. Ну, а в пятницу, уже не в пятницу, а в понедельник с утра им говорят, ну, вот как бы ничего не было, но эффект, эффект он сохранился, вы понимаете. Ну, ничего, сейчас Флинн даст такие показания, вот такие показания. Ну, такие он даст показания. Уж такие показания, всем показаниям показания. Ну, ты понимаешь, может быть, вот человек слаб, ему скажет, слушай, Флинн, дадим мы тебе денег немалых, потому что ты поиздержался на адвокатов сейчас и так далее. Ты только скажи нам то, что нам надо от тебя услышать. Ну, не было, так придумай. Конечно. Я более чем уверен, что там был какой-то психологический явлений, ведь это все бездоказательно, все это на пустом месте. Ну, это абстрактное правосудие. Уже все политические серьезные комментаторы про это сказали, ну, с правой стороны. А с левой стороны все равно идет восторг. Все, готовьтесь к Трампу, как я уже сказал, трындец. Пока что мы знаем, что того же Флинта администрация Обамы внедряла в российское общество. И что он там появился на злополучном банкете рядом с господином Путиным, он появился с одобрением чуть ли не самого Обамы. О чем мы говорим? Да вот видишь, с одобрением Обамы, а вот для наших левых братьев, он там появился по заданию Трампа, который еще, правда, не знал, что будет президентом, и под столом ему вручили конверт специально. И там было написано, а дядя Вовы, моему другу Дональду, а, кстати, Вова, да, видишь, тоже Вова. Ну, кстати, сказать, у Флина там интересный выбор, говорят, что теперь ему грозит либо 20 лет тюрьмы, кажется, либо 9,5 тысяч штрафа долларов, и все. Вот такая информация промелькнула, насколько это правда? Нет, нет тюрьмы и 250 тысяч штрафов. А, 200 все-таки 50. Но если он напишет правильные вещи, то он получит полгода всего, вот так что-то было. Да, ну, а что он может сказать? Ну, он может сказать, что, да, вот у него было поручение свести Джарельда, зятька господина Трампа, свести с Рашенками. Вот и все, что он может сказать. Ну, что? Ну, было, да, поручение было. И ты его свел, когда уже Трамп стал президентом. Что, Трамп, будучи президентом, не имеет права устанавливать отношения с Рашей? Нет, Володь, смотри, вот это в глазах левых называется госизменой. Уран, госпожи Клинтон, это не госизмена. Эти ее имейлы пресловутые, это не госизмена. А вот тут, когда, в общем-то, мы говорим о чем? Что Трамп готов даже с этим совершенно параноидальным лидером Северной Кореи, он тоже готов о чем-то разговаривать. Да, да. С главой войны, в общем-то. Да, войны, которая, в общем-то, никому не нужна. Абсолютно. Да, интересно тут... И с Путиным он вынужден сейчас разговаривать, потому что это тварь. Извините, я, как настоящий консервативный последователь господина Трампа, называю господина Путина тварью, тем не менее. Потому что вот эта тварь вооружила, немедленно вооружила Южную Корею, ой, Северную Корею, только для того, чтобы с ним заставить с собой разговаривать. И Трамп вынужден будет с ним разговаривать? Ну и что? Ну и не только по вопросам Кореи. Это неизбежно. Ты должен разговаривать как с друзьями, так с врагами. Это же политика. Политика. Это дипломатия. Что вменяется? Ну, мы уже об этом много раз договорили, и мы, видишь, опять аккуратно перешли на Трампа. Все, ребята. А дело в том, что без Трампа тут не обойтись, потому что, Владимир, послушайте, что я хочу сказать. Я уверен, что у вас будет интересная реплика по этому поводу. Несколько, буквально пару недель назад, по-моему, Нэнси Пелоси возникла из небытия и заявила, что за всеми сексуальными скандалами стоит, кто бы вы думали, вот угадайте, с двух раз или с трех. Естественно, стоит наш президент, это все придумал, продумал, спланировал, чтобы дискредитировать всех этих голливудских и так далее деятелей. Чтобы убрать не своих конкурентов. А, ты имеешь в виду... Вот, возвращаясь к сексуальным скандалам, да. Если он это сделал... Такая прозвучала... Он просто, просто молодец. Вот я об этом подумал. Если он... А может он с Клинтоном договорился? Может быть, да. Раз и что с Клинтоном, и она выйдет с сексуальным скандалом. Она заявит, что Трамп обязательно ее шлепнул по левой ягодице. Вот тогда бы она точно выборы выиграла, я думаю. Если бы с ее участием был бы сексуальный скандал. Кстати говоря, выплывает из небытия некая Моника Левинский. Она выступает сейчас с такими лекциями проникновенными, что... Ну, она уже пять лет выступает с этими лекциями. Это ей дает ливинг, как говорится. Ну, хорошо. Она выступает из-за Большие Бабки, кстати. Она выступает и рассказывает о том, как это все было. Хотя, что там рассказывать? Там было всего два момента. Мне неудобно говорить. Володя, ты со знанием дела, ты, я чувствую, следишь за ее выступлениями. Нет. Нет, не слежу. Просто встречается информация. Она где-то у меня откладывается. А мне попалась. Поэтому я даже удосужился там минут пять послушать. И, в общем-то, да. Но она хороший оратор, я замечу. При всем том, она очень... Но училась все-таки у чему-то. Извините. Дамочка, между прочим, училась в очень хорошем университете. Она из очень хорошей семьи. Она не зря попала в Белый дом. Так что она, безусловно, должна обладать... Не зря, конечно. ...как она попала, мы знаем. Это заговор правых. Это надо было у Хайдоха... Дискредитировать Клинтона. Дискредитировать Клинтона. Это точно. И так далее. Знаем, знаем. Самое главное, самое главное. Надо было отвадить господина Клинтона от Нэнси Пелоси. Да. В общем, трагедия. В общем, да. Видимо, она до сих пор переживает Нэнси Пелоси. Нэнси, да. Конечно, потому что у нее тогда климакс сблизился, а этого Германа все не было. А Клинтона все нет, да. Уж климакс сблизится, а Клинтона все нет. Ну, прекрасно. А тут пришла эта молодая с сочными губами. Я отняла все, что можно... Да. Молчим, молчим, молчим. Молчим, молчим. Вот самое главное, они открыли этот ящик Пандоры. Как они его закрывать теперь будут? А никак. Ни один ящик. На самом деле, я на эту тему не так давно там несколько строчек написал у себя там в Фейсбуке. Я предположил, что как-то не вовремя получилось, что вот эти два момента. С одной стороны колено преклоненные спортсмены, а с другой вдруг вот эта штука вылезла. Я даже внес такое рационализаторское предложение, пока, кстати, его еще, я не знаю, рассматривают или нет, мне информации нет. Чтобы по четным дням рассматривались истерики были в СНН об одних, а по нечетным о других. Потому что народ, как боливар тот самый, не выдержит сразу два таких, две струи таких. По четным колено преклоненные спортсмены, по нечетным колено преклоненная Моника. Ну, да. Между прочим, а еще, если уж дополнить эту мысль, то надо вспомнить о том, что Россия встала с колен и ассоциировать это с Моникой. Да это практически произошло одновременно. Ну, хорошо, что-то ты, это Россия с колен, Моника, у меня вдруг в половине сразу ассоциируется. А что она делала на коленях? Что она делала на коленях, Россия? На коленях? Зачем встала? А зачем встала? Зачем, зачем эти колени? Почему опускалась на колени? Не, ну, как опускалась, там вполне себе рассказывают, почему опускалась. Потому что опускали. Ну, да. Ну, а как? Я не знаю, согласитесь вы или нет, ребят, но вопрос с этими делами, это вопрос совершенно страшный. Он может у нас убить, между прочим, при всем при том, он может у нас убить и очень сильно ударить по искусству. По искусству, а по деторождению нет? Ну, по деторождению ладно, но по искусству он сильно очень ударил. Дело в том, что, вот, как бы мы ни относились, вот взяли и убрали гениального продюсера. Ведь Вайнштейн, Вайнштейн, да, он бабник, да, он кто угодно, давайте будем так рассуждать. Хотя это все нужно доказывать и можно ли доказывать и нужно ли это доказывать. Да кто будет это делать? Зачем? Да. Вопрос состоит в том, что он гениальный продюсер. Тот, благодаря которому человечество увидело массу великолепнейших фильмов. Тот человек, который вместе с братом создал совершенно альтернативную студию, сумевшую совершить переворот в кинематографе. Который уже, ну, буквально заплесневел. Ну, конечно, фильмы Тарантино там и других, это да, это его заслуга. Но, а я теперь, кажется, понимаю вот то, что Димас насчет Пелоси, я понимаю, откуда этот ветер. Так как Вайнштейн, он же финансировал демократов и непосредственно Хилари, вот поэтому-то, наверное, она и заявила, что... А иначе как оправдаться? Ну, иначе как оправдаться? Ну, да, да. Ну, они, кстати... На самом деле, в общем, нельзя было это делать, ни при каких обстоятельствах. Надо было, да, может быть, кто-то проявился через 30 лет, через 35, через 40 лет. Ну, проявились, но тихо, спокойно, как это во все века было, во все века, начиная с гомосексуалиста Шекспира. Во все века это все дело, ну, микшировалось. Ну, микшировалось. Но надо сказать, что... Все это дело зажималось, чтобы сохранить самое главное, чтобы не выбросить, вместе с водой не выплеснуть ребенка. Ну, вот до этого был еще один скандал, то есть их много было, да, но один из наиболее известных скандалов это с Романом Поланский, который был обвинен к приставаниям несовершеннолетней. Не приставания. Ну, не приставания, там было, да, гораздо более. Там не приставания, но не в этом дело. Поланский... На силу-то не может быть было, может быть не было. Не-не-не. И теперь у него нет возможности снимать в США, он снимает свои фильмы в Европе. Не было, Поланский уже без всякой тюрьмы получил под дых такое, что никому не позавидуешь, потому что он вынужден десятилетиями вообще-то там непонятно... На периферии работать, гениальный кинорежиссер. При этом, да, но он, видишь, он не может даже в ту или иную страну поехать, опасаясь там экстрадиции и так далее, так далее. То есть, он вполне себе уже ответил. И самое интересное, как закон работает, что жертва уже давно сказала, я его уже сто раз там простил, и третья десятая. Нет. А вот в каких-то случаях интересная штука. По прошествию времени человек спокойно может поплевывая ходить по тротуару, и его никто уже не дернет и так далее. Вот тут уже особенности правосудия. Сколько таких ходит. Но страшно. Вы представьте себе, ну давайте начнем с Набокова, человека, который написал Лолиту. Да, начнем. Какие следы мы можем найти в жизни великого, гениального писателя Набокова? Даже представить невозможно. Потому что такие вещи, как Лолита, так просто не появляются. Ну, конечно. То есть, это как-то обусловлено его жизненным опытом, его восприятием и его мироощущением. Правильно? Несомненно. Ну, давайте отрицать Набокова. Нет, Володь, дело не в том, что даже отрицать Набокова или кого угодно. Получается такая вещь. Вот если подходить к этому, ну стараться не уже без каких-либо преувеличений, без стеба сказать. Хорошо. Вот часть общества женского, ну и вот Дима добавил правильно, мужского, они пострадавшие. Они себя таковыми считают. Они считают, что вот частично, а то и не частично, их жизнь просто разрушена. Но простейший вопрос любому из них задать можно и без проблем. Они все, что они делали, делали осознанно. То есть, иначе быть не могло. Когда же, даже я смеялся, читая Памела Андерсон, и та заявила, уж мы про нее не будем говорить, да, ее личную жизнь трогать и так далее. Но даже она сказала, о чем вообще речь. Если актрису приглашают в отель на подписание контрактов и так далее. После ресторана. Что можно говорить? Ну, книжки читать приглашают, как в этом спектакле. А, да, да. Читать Бофигера. Харабонова, наверное. Зачем говоришь ты мне в беседку? Да. Книжки читать. Книжки читать. Поэтому, когда заявлять, да, может быть, ради того, чтобы что-то получить, эти женщины шли на то, чтобы что-то отдать. Но тогда это был их сознательный выбор. Можно сказать, ага, а по-другому? По-другому что там? Не было бы Мэрил Стрип, Джоли и прочих? Ну, может быть. Может быть, и не было бы. Ну, может и не было, были бы другие. Может быть, и не было бы. Вы поймите, вернее, давай так рассуждать. Ведь кроме, вот все вот эти великие люди, ну, начнем с, идем от Фрейда. Ведь, по сути дела, по сути дела, сексуальная функция, так, грубо, если мы будем говорить, она тесно связана с политической доминантой, с художественной доминантой и так далее. Очень сильно связана. Представьте себе, что вот какая-нибудь актриса, ну, я не буду называть из высоких актрис, которая попала в кино через постель, кроме естества, в нее не вложили огромное количество труда, интеллектуального багажа и всего на свете с тем, чтобы сделать ее гениальной, чтобы ее сделать большой. Очень много в нее вложил тот человек, которому, грубо говоря, она отдалась. Несомненно. Он, это нормальная естественность, произошла плата. Ну, и, Володь, мы же еще с давних, с тех времен, как бы, помним, первая рекомендация, когда тебя насилуют, что надо делать? Получать удовольствие, расслабиться. Или кричать, если ты не хочешь. Или кричать, да, если ты не хочешь. Кричать, царапаться, кусаться. Подняться на уровень. А потом насильника отвезти в отделение милиции или полиции, если здесь что-то брать. И вот, как бы, понятен ход. Но когда несколько десятков лет опосля появляется уже немолодая особа, которая начинает вот об этом разговор, как-то выглядит это слегка... Странновато. Сомнительно, да. Сомнительно, одумано. Потому что нужно котлеты держать отдельно, и муха отдельно. Постель есть постель, творчество есть творчество. Тебя ввели, хорошо тебя через постель ввели в это творчество. Ну, да. Тебя ввели, тебе всем обеспечили. А представляешь... Уйдем во Францию. Давай во Францию идем. Давай Жанна Море возьмем. И возьмем как то. Да. Ну, кем бы был Жан Море? Да, кем бы был. Фантомасом. Окей. Ну, действительно, здесь еще один вопрос. А что эти люди действительно не понимают, для чего их приглашают в отель? Понимают. Все все понимают. Да. Я даже слов не подберу, потому что это настолько абсурдно. Если человек идет сниматься к продюсеру, который совершенно известен, как, допустим, бабник, да. Если этот человек приглашается сначала в ресторан, потом в отель. Ну, неужели... Это только какая-то законченная, либо... Я даже не знаю, как сказать. Игорь, ну, подбери слово, чтобы я не выразился. Давай мы сейчас уйдем на рекламу. Подумаем над этим словом. Нас столкнули в зону безумного ханжества. Вот это правда. Ну, что интересно, вот, опять-таки, новость была пару или недель назад. Она промелькнула как-то незамеченно. Но, тем не менее, Галь Гадот, знаменитая актриса, благодаря которой во многом вот этот фильм «Чудо-женщина» стал знаменитым, она отказалась от съемок в «Чудо-женщина-2», если там по-прежнему будет Брэд Ратнер, которого она тоже обвиняет в сексуальных дымогательствах. То есть, пожалуйста, человек, который снимал первый знаменитый фильм, ее, видимо, в чем-то не устроило. Теперь вот, пожалуйста, даже такая знаменитая актриса решила... Она, благодаря ему, стала знаменитой и стала диктовать свои условия. Это совершенно нормально. Ну, что ж, ладно, мы... Да, давайте ненадолго прервемся, послушаем интереснейшее явление. Учетное, теперь можно будет о спортсменах. Теперь можно будет о спортсменах вперед. Сейчас, давайте, докторов немного послушаем. Да, ну, прежде чем уйти на рекламную паузу, я хочу вот, что вам сказать, дорогие друзья мои, это объявление для профессиональных рекламных агентов. Хотите получать за свою работу по высшему разряду? Звоните по телефону 888-222-1269, 888-222-1269. Не упустите возможности продавать рекламу с максимальной для себя выгодой. Еще раз, телефон офиса 888-222-1269, 2-2-2-1269. Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы вернемся и продолжим. www.radionvc.com Интернет-адрес мира информации Заменяют газетные издания, модные журналы и телепрограммы, Комментируйте, задавайте вопросы на сайте www.radionvc.com Дамы и господа, в эфире радиоблог с Игорем Цесарским и Дмитрием Якубом. И мы обсуждаем такую горячую тему, как сексуальные скандалы. Но, конечно, не только об этом мы сегодня говорим. И гость нашей студии Владимир Черноморский. Владимир, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Да, в этом часе, в этом сегменте передачи мы, в общем-то, можем принимать время от времени телефонные звонки. Поэтому, пожалуйста, если вам есть что сказать, если вы хотите поспорить или высказать свое мнение, пожалуйста, звоните в прямой эфир 847-400-5200-4000-5200. Звоните, высказывайтесь, доказывайте свое мнение. Мы вам всегда рады. Ну что ж, Игорь, давай продолжим. Ну, продолжим. Ну, мы же, да, вторую часть вроде об спортсменах. Об спортсменах. Ну что ж, давайте... Владимир, ты болельщик? Я не помню. Я шахматист. Ну, болельщик ли? Шахматист, это понятно. Болельщик ли, да? Так, хорошо. Я понимаю, ты шахматист. Это ты так играешь. Я знаю аллейку даже в Нью-Йорке, где собираются шахматисты. Ну да. Спасибо. Проезжал там. Неправда, там наш садик есть. А, вот так, да? Хорошо. Садик, где растят будущих шахматистов? Юнион-сквя. Да, нет, нет, нет. У нас есть телефонный звонок. Володя понял, о чем. Понятно. Понятно. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, спорить я с вами как-то не хочу. Я с вами совершенно согласна. Несмотря на то, что я другого пола. Очень приятно. Вот. Но мне кажется, что весь этот шум, гам и крики, и все эти скандалы были именно выплеснуты для того, чтобы прекратить невыгодный для левых дискурс о спортсменах, которые они полностью проигрывали. Они, кстати, владельцы команд стали терять сумасшедшие миллионы. Болельщики перестали ходить на их матчи и так далее. Они решили переключить, так сказать, внимание на другое. Но они здесь решили убить двух зайцев, отдав жертву своих некоторых левых деятелей искусства, политиков и так далее. Они потом это будут использовать против республиканцев, против консерваторов. Первой жертвой должен был стать судья из Алабамы. И я боюсь, что они, конечно, эту копьюность целили против Трампа, но мне кажется, против Трампа им это ничего не удастся сделать, потому что эти деятельницы уже просили извинения за то, что они там выступали и говорили то, чего не было. Да, спасибо большое. Кстати, сказать, продолжая вашу мысль про извинения за то, чего не было. Вот тот самый журналист, который в пятницу вечером типа разоблачил Трампа, наконец-то разоблачил, что он имел нелегальные связи с Россией якобы. Вот этот человек после обвалил индексы Джоу Джонс и многие другие индексы пошли вниз после этого заявления. Соответственно, американская экономика потерпела определенный ущерб. Затем выяснилось, что это все неправда. И CNN или какая-то, или МСС, в общем, я не помню, сейчас это ABC. А, точно, да, это ABC, спасибо, Игорь, что поправил. ABC заявила, что извиняется, что журналист отстранен от работы на четыре недели. Вот что интересно. Человек нанес не просто ущерб экономик, он соврал, ну и так далее. То есть причинил большой ущерб. А вот в чем интересно, вот как вот эта часть левого, ну как, ну отребья, скажу уж как есть. Вот смотрит на проколы своих же птенцов, да, их гнезда. Володь, вот что ты скажешь на счет. Я хочу, чтобы на минуточку, на минуточку, вы представили, что означает падение Доу Джонса на 300 поинтов. Как это выражается в деньгах. О, даже не хочется об этом думать. Тем более, что в арифметике мы не сильны, мы не по этой части. Владимир, помогите нам представить. Надо быть сильным в арифметике по одной простой причине. Предположим, и это чистая правда, я пенсионер. То есть я получаю именно пенсию государственную. Так сказать, за свою работу, за те налоги, что я вносил. И вот эти деньги, которые на фонде social security, они все вложены куда? В биржу. Они все вложены в Доу Джонс. Совершенно верно. Вот представьте себе, на 300 поинтов уронить Доу Джонс, какой мне ущерб нанесли? Ну вот. И ничего. И ничего. Эту падлу берут, отстраняют от работы на 4 недели. Ну, а все ты понимаешь, чтобы... А он своровал, он своровал миллиарды. Правильно, Володь. Ну, чтобы за 4 недели появились другие скандалы, поводы, и все типа позабудут тихонечко, потому что они неприкасаемые. А неприкасаемые почему? Потому что убеждение левых следующее. Свобода слова. И мы можем говорить все, что хотим. Да, давайте примем следующий звонок. Все линии говорят, но принимаем первого дозвонившегося. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. А может быть, это не приставание было, а просто хотели люди свой кругозор расширить? В смысле, он до этого уинтересовался другим полом, а вот решил... Интересная мысль. А вот, допустим, в Беларайве... Да-да, мы слушаем. В Беларайве, 8 лет не женат. Вы посмотрите, какие женщины на факт снусь, голову сносят. По нашей программе с 11 до 12, где 4 женщины и мужчина, когда они закидывают ногу за ногу и помахивают, о какой политике можно думать. Ну вот, серьезно. Ну, я согласен с вами, что вот этот процесс... У вас не только город ветреный, у вас и слушатели ветреный. У нас очень... Вообще, ветреный город, вы же знаете, Чикаго, город ветров. Да, я и говорю, не только город. Видишь, не только по сути, о чем говорят, а еще... Кто голову сносит, видишь? А еще кто куда ножку закинет? Еще звонок, давайте, Афрам. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Можно говорить? Да, да, пожалуйста. А как вам нравится последняя или предпоследняя история про этого известного, самого известного, наверное, дирижера Левина Ливайн? Ну да, мы с этой... Остану я от работы. Мы с этой новостью начали. В 83-м или 85-м году. Да. А вы видите вообще, вы видели, он инвалид, он в инвалидном кресле. Да, вы знаете, вы этому удивлены. Я не удивлен после того, как Джорджа Буша-старшего кто-то чего-то начал обвинять, 93-летнего. Так чего удивляться? Этот еще огурчик по сравнению с ним. Там выскочил какой-то мальчик, да, и сказал, что вот давным-давно, в 80-х годах этот человек меня пригласил в отель, лег рядом со мной голым, трогал меня как не подобает. Вдруг неожиданно вспомнил. Больной мальчик, наверное, все это время не помнил ничего. Ну, амнезия бывает временно. Всякое бывает, да. А, Володь, как ты думаешь? Ребят, я больше могу сказать. Вот вдруг этот Ливайн не зря оказался в инвалидном кресле. Может быть, это мальчики отбивались? Да, наверное. Не дали. Ну, видишь, мы только можем гадать. Вот насчет, кстати, вот комментариев. Ну, давайте следующий звонок примем. Да, здравствуйте, вы в эфире. В повороте, в повороте, отказывался петь метрополитно на пятое, если не дирижировал Ливайн. Вот. Вот так. Давайте просто примем звонок следующий. Здравствуйте, вы в эфире? Да, а Джонж Буш сказал, что он выше не доставал. Женщина говорит, я сидела в инвалидном кресле, и он меня обнимал за нижнюю часть тела. А Джонж Буш говорит, я выше не доставал, я живу в инвалидном кресле. Ну, а что ему остается сказать? Ведь он виноватый, без вины виноватый. Он сам, попробуйте обнять кого-то выше, чем в инвалидном кресле. Да, это практически невозможно, конечно, но вот. Давайте так, вот извините, я перебиваю. Вот давайте так, вот я нахожусь, предположим, в метро, в нашем дорогоценном нью-йоркском метро, и вижу красивую блондинку, и я ее поедаю глазами. Это что, не контакт? Нет, вот так, вот серьезно. Ну, я не знаю насчет метро, Володя, но в лифте уже не рекомендуют никого поедать глазами, это может плохо закончиться. А я вот все время думаю, как хорошо, что в Советском Союзе не было таких законов. Вот после каждого автобусного проезда, находясь вот в этой давке, любая советская женщина могла засудить автобусную компанию, водителя, всех мужиков, которые рядом с ней находились и пробирались к выходу. Как говорил Асап Ибрагимович, обратитесь в Лигу сексуальных реформ. Вот, вот, вот. Не, ну самое, поймите правильно, существует человеческая природа, которая немножечко ушла от природы животного мира. Ну, немножечко вперед. Вот, на вот ту самую мораль, которую сейчас нам пытаются проповедовать. Но в корне-то всего, все равно, и как люди соединяются, как происходят контакты между людьми, сексуальные контакты, ну, хорошо, просто, тихая, нежная любовь, как Петра Артиклауна, предположим. Но все равно, все равно, поймите, природу не изменишь. Володя, все придет к распискам, все к этому идет. Значит, тот, кто желает вступить в некий контакт, скажем так, будет спрашивать. Должен написать резюме. Должен, ну, резюме, понятно. Подать заявку. Анализы показать. А потом написать, согласно, и получить это согласие, заверенное нотариусом, и все как положено. А после этого... Минутку, минутку. А говорите, сколько времени контракт должен продолжаться, да? Потом он напишет, позвольте мне вступить с вами в контакт, и вот тут же обвиняют опять же в том же самом сексуал характере. Тогда нужны адвокаты, которые будут преподносить даме эти самые контракты. Володя, ты своим комментарием в тупик ставишь. Вот, вот. В том-то и дело, в том-то и дело. Это полный тупик, и нас хотят воткнуть вот в том-то... Дело в том, что вот нынешние морализаторы, они сейчас поставят прогрессивное человечество в такой тупике, с которым мы не выберемся. Дело даже не в морализаторстве. Даже как мы не выберемся из туалета для среднего пола. Вы поймите правильно. Невозможно выбраться, потому что существует человеческая природа. Вот коммунизм, извините, я вот так скачу, но коммунизм, почему рухнул идея? Потому что он против самой, против развития природы. Ну, видишь, уже тут несколько поколений в стране советов пытались эту природу поломать. Теперь наше образование здесь, в Америке, не без успеха занимается ломкой этой природы. Так что еще не перевелись желающие эту природу. Поэкспериментировать с этой природой. Поэкспериментировать. К сожалению. Абсолютно. Ну, вот Кевин Спейси, да, одна из новостей скандальных, к сожалению. Буквально сегодня появилась новость. То есть, эта новость была и раньше, но сегодня она была обновлена, что вот этот сериал «Карточный домик» выходит последний сезон в урезанном виде. Вместо 13 серий будет 8 серий. И Кевина Спейси там не будет. Я этот сериал не смотрел. Я читал массу об этом сериале «Хороших отзывов». Отличный сериал. Да, вот Игорь, наверное, видел этот сериал. И многие фанаты... Из лучших вообще сериалов, из созданных на политическую цену. Может быть, вообще самый лучший. Я не могу себе представить, каким образом можно без главного человека, исполняющего ключевую роль в этом фильме, доснимать последний сезон. Рассказываю. Вот во всяких там мексиканских, бразильских и прочих мыльных операх этих бесконечных сериалов, когда по той или иной причине один артист выбывал, легко подставляли такую же рожу, и это сходило. Ну, это мексиканский сериал, это Карин Спейси. Да, но тут представить, я не хочу даже говорить о его каких-то там пристрастиях, но как артист он блестящий, и совершенно непонятно, кто может реально взять и включиться вот на как бы не на поле пути даже. На должном уровне, конечно. Нет, это невозможно. Абсолютно. Карин Спейси был признан лучшим актером 90-х годов, между прочим. Это Карин Спейси. Я вам больше скажу, ребята, давайте вспомним один фильм, Американ Бьюти. Да. Тот фильм, который, оскароносный фильм. Да, да. Чем он интересен в данном контексте, данного разговора? Там же конфликт происходит, помните, да? Да, конечно. Там у мальчика, у мальчика, талантливого мальчика, папа гомосексуалист. Несчастный, латентный гомосексуалист, который страдал и так далее и тому подобное. В армии он служил, да. А Кэбин Спейси, который на самом деле был гомосексуалистом, он играл совершенно нормально от человека и как сыграл. Ну, об этом и речь, замечательный актер, который... Гениальный актер, абсолютно. Да, да, конечно. Лишать нас, гениального актера... Удовольствие видеть этого человека на экране. Лишать 300 поинтов. Вот, вот. Это воровство. Ну, видишь, для кого-то важно, в общем-то, совсем другая, чтобы была повестка, и чтобы все те, кто так или иначе вел себя неправильно, пострадали, и, в общем-то, им совершенно наплевать на какие-то вариации, там, будет он сниматься, не будет. На мой взгляд, еще идет какая-то подковерная игра, которую мы не видим, потому что если любой человек, вот мальчик сейчас скажет, ко мне присыловал Кевин Спейси, ему не поверят. Почему поверили именно этим людям? Вот это интересно, и почему-то Кевин Спейси так быстро признал свою вину, не вину, но лег тоже в эту таинственную клинику лечиться от сексуальной зависимости. А дело в том, что тут такая вещь, наверное, вообще в плане доказательной базы это вообще смешно о чем-то говорить. Но раз уже брошен камень, они пытаются сразу оправдаться, нежели в отрицании. Я думаю, что на этих людей где еще осуществляется какое-то давление, от которого мы не знаем. Ну, давай приюте телефонную звонок. Что тут знать? Простая вещь. Какой-то, наверное, за один фильм Кевин Спейси. Ставка какая. 10 миллионов долларов. За один фильм. Сколько он фильмов снимает с его участием в течение года? Три фильма. Примерно. Три фильма. Это значит, человек лишается в год 30 миллионов долларов. Ну. Так уж лучше покаяться. Давайте принес телефонный звонок. Здравствуйте. Да, ну все. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, я в какой-то степени с вами согласна, но не во всем. Вы немножечко звучите как загнанный в угол, ну, извините ради бога. Пожалуйста, говорите. Он в угол собачечки, знаете, которые такие маленькие и загнали, они теперь не знают, что им делать. Ну, не звучите, ребята, ну вы что. Во-первых, посмотрите, так сказать, кто обвинен. Ну, это же самые либеральные, ну, самые либеральные носители, так сказать, искусства, да, для которых не было ни принципов жизни, ни морали, ничего абсолютно. Вы говорите, что они гениальны. Вы знаете, многие говорили о Вагнере, что он тоже гениальный, да, хотя, это, вы знаете, его гениальность. Ну, говоря о контакте сексуальных скандалов. Да, он гениальный, нет, девушка, я прошу прощения, я вас прерву. Вагнер действительно гениальный композитор, и то, что Гитлер любил его музыку, это ни о чем не говорит. Гитлер много чего любил, вы знаете, и что он еще в ботинках ходил, теперь что. Ну, там не только в этом дело, и на самом деле, когда разговор идет об исполнении Вагнера в Израиле, это большое безобразие. Но это другой разговор, это безобразие, потому что это полет Валькирии стал символом, к сожалению, замечательная музыка стала символом вот этого гитлеризма. И не только, не, ну там сложнее вопросы, это его взгляды были, если бы только музыка, это одно, а его взгляды были еще. Но дело не в этом, сравнивать либеральных наших артистов, я объясню такую вещь, я тоже стал хуже относиться к тому же Де Ниро после его идиотского заявления, что встретив Трампа на улице, он ему рожу даст. Но, но, тем не менее, поверьте, что если исходить из этого критерия, либерал-консерватор и так далее, вот, ну, в разряде Голливуда, то вы можете спокойно выключать телевизор, и ничего тогда, кроме некоторых наших любимых вестернов, мы смотреть не можем, потому что только там исключительно есть. Вот именно, чем мы лучше коммунистов, которые отвергали творчество гениальных поэтов 19 века русских на том основании, что они не призывали к революционной борьбе, извините меня, что это за отбор такой, что это за критерий? Поэзия это поэзия, искусство это искусство. Художника мы должны судить по его достижениям творческим, а не по его мировоззрению. Мировоззрение у художника может быть любым, иногда самым необычным, самым сумасшедшим. И нам оно может очень не нравиться. Да, иное дело, что художник может нарушить закон, но тогда это должно быть доказано. Давайте примем телефонный звонок. Вот чем недовольна. Девушка недовольна другим. Что она говорит, что вы вот все кликушествуете, а речь же идет именно о левых, о либеральных. Да, да. Не только, не только. Не только. Там еще был один республиканский политик. С чем это связано? Почему открыли этот ящик Пандоры? Вот чем дело. Да, и теперь сексуальные скандалы могут использоваться просто как политическое оружие и сведение личных счетов. Ну давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день еще раз. Я к вам вернулась, потому что вы меня отключили. Я не смогла выслушать. Мы вас слушаем. Вы знаете, дело не в том, что надо разделять котлеты от мух, так сказать. Я не в том контексте хотела сказать. Говорите, пожалуйста. Я хотела сказать, что вот, понимаете, проповедники своего либерализма, у которых не было никаких принципов жизни, значит, они используют свое положение на любых уровнях, будучи это политполитишенс, или это музыканты, или это те же продюсеры. Вы можете побыстрее сказать, у нас свое время кончается. Вопрос или ваша реплика, пожалуйста. Ну, у меня не вопрос, у меня просто реплика, что, понимаете, ну, немножечко надо различать. Эти люди, которые понесли, так сказать, они не понесли еще наказание. Они теперь расплачиваются за плоды своего же труда, своей безнравственности. Вы понимаете? И не потому, что они гениальны, или они не гениальны. И как они стали тоже... Спасибо. Ваша реплика понятна. Но, опять-таки, я могу только повторить, нравственность или безнравственность по отношению к художнику, это не критерий. Если бы мы оценивали только нравственных поэтов, допустим, Пушкина, нужно было вообще исключить из русской литературы. Лермонтова исключить. Дима, никого бы не осталось ни в литературе, ни в живописи, нигде. Ну, безнравственные были, зачем их читать стихи? Артюр Рембо торговал рабами. Да. И очень может быть, что ваш комьюнити-органайзер – это потомок из тех, кем торговал Артюр Рембо. Вот-вот. Ну, плюс там Артюр Рембо. Это ему в плюс или в минус? Кому? Ну, кому. Комьюнити. Рембо или комьюнити. Давайте примем следующий телефонный звонок, последний на сегодня. Здравствуйте. У нас буквально одна минута. Пожалуйста. Окей, окей, окей. Я хочу рассказать анекдот в тему этих женщин, которые 25 лет вспомнили. Приходит одна полька в суд и говорит, прошу пана, этот мужчина меня изнасиловал. А судья спрашивает, а пани впиралась, а вы сопротивлялись, упирались. Она говорит, да. Он говорит, как? Руками в шкаф. Ну, да, спасибо вам за этот анекдот, за эту реплику. Но, уважаемые девушки, не только не подумайте, пожалуйста, что мы как-то насмехаемся над женской природой, женским поведением. Наоборот, мы высмеиваем тех женщин, которые вот таким вот образом делают свою актерскую и так далее карьеру, а затем сводят личные счеты вот таким некрасивым образом. Ну, что ж, дорогие друзья, Владимир, Игорь, давайте подведем итог нашей передачи. Резюме, Володь. Резюме? Очень все просто. Как человек говорил с анекдотом, выходит женщина, поет, когда я еще молодушка была, а ей лет 80, а с галерки несется, ну вот память. Ну, прекрасно. Так, мы хорошими такими веселыми анекдотами закончили наш грустный эфир. Если кто-то подумал, что мы сильно веселились, то зря, потому что мы грустную тему обсуждаем. Я хочу тем не менее сказать, что в искусстве очень много женщин, которые делают себе карьеры исключительно своим трудом и талантом. То есть, пожалуйста, не подумайте, что мы всех как бы под одну гребенку сравняем. Дима, это ты что, на предмет исков будешь стараться? Я хочу себя обезопасить на всякий случай. Я понял, понял. Вот, девушки, я вас очень люблю, не в сексуальном смысле ни в коем разе, а именно в духовном. И я уважаю ваше право на саму реализацию, Владимир, ну и так далее. Вы, дорогие друзья, Игорь Владимирович, еще потом спасибо скажете за то, что именно так я заканчиваю нашу передачу. Дорогие друзья, а это был радиоблог с Игорем Цесарским и Дмитрием Якубом. И наш гость Владимир Черноморский помогал нам разобраться в той ситуации, которая сложилась в современном искусстве и не только. Спасибо, что были с нами и оставайтесь с нами. Впереди много интересного. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Слушайте «Народную волну» 24 часа в сутки. 7 дней в неделю в интернете. RadioNBC.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова